Приз страны легенд для Александра Печкуренко. Он ответил на вопрос для зрителей о старинной легенде крепости и солдатах. По старинной легенде некая молдавская крепость подверглась осаде турок. У защитников вскоре закончились запасы воды и еды. Выбор был один – умереть или сдаться. Янычары уже праздновали победу, но тут в небе появились птицы. Они передали защитникам то, что помогло им выстоять и потом разгромить турок. Скажите, что передали птицы защитникам крепости? Все, время пошло. Что у нас здесь растет, что они могли приносить? Виноград. Это очевидно. Возможно, такая легенда есть, и она относится, наверное, ко всем крепостям, которые находились на территории бывшей Молдавии. Форма страны Молдавии символизирует гроздь винограда и, собственно, виноград, который у нас растет. Александр Печкуренко с женой Алифтиной смотрит «Страну легенд» уже два года. Не раз семейный просмотр превращался в интеллектуальное выяснение отношений. Часто это выливается в такой семейный батл. Супруга обычно смотрит в спальне. Я смотрю обычно на кухне. И по крикам из разных концов квартиры можно с уверенностью говорить, кто правильно ответил. Часто бывает супруга с другого конца квартиры кричит «Ты уже включил? Ты уже смотришь?» Я говорю «Нет, пока не включил». Она говорит «Как же так?» Говорит «Быстренько включай, сейчас будут вопросы для телезрителей». И, собственно, в этот раз я ответил. Предыдущие разы она меня обгоняла. Теперь кружка будет и у Александра. Уже в эти выходные он будет отвечать на вопросы ведущих не на диване дома, а за столом команды обновления. Причем вместе с супругой. В соперниках учителя Бендерского лицея команда «Большая перемена» на кону выход в полуфинал. Итак, «Страна легенд» в субботу в 20.40. Будет и вопрос для зрителей. А вместе с ним и возможность выиграть приз. Субтитры создавал DimaTorzok